Вот новая дорога строится, и везде вот такие бурдюры. Если мы пройдем туда дальше, будет то же самое. Речь идет об одной из важнейших транспортных артерий Анапы – улице Ленина, которая связывает центр города с быстро растущим микрорайоном Горгипия. Руководитель организации инвалидов «Ковчег» показывает слишком крутые съезды с тротуаров и завышенные выходы на пандусы. Ладно, я же говорю, у меня электроколяска, большие колеса. А кто на комнатной коляске? А если кто-то маму везет, стареньку, либо папу, то вообще люди говорят, спину срывают, просто одна поездка по городу, и спина сорвана. На выездное совещание члены общественной палаты города-курорта пригласили руководителей управления ЖКХ. После того, как новый глава ведомства воочию убедился в проблеме, решение было найдено буквально за минуту. В ближайшие дни, прямо я вам еще говорю, в ближайшие дни этот пандус будет переделан. Мы сделаем так, чтобы вам было удобно как съезжать, так и съезжать. Я считаю, что если мы в дальнейшем в таком формате будем работать, я думаю, что у нас все получится, а мы сделаем Анапу еще более доступной. Я еще надеюсь, что со стороны общественной палаты мы вместе будем с общественной палатой проводить контроль, и все, что будет сделано, будем давать оценку. И главе будем докладывать об этом. Василий Александрович Швец, мэр города, поручил комфортно в среде городской относиться не формально, а с действиями, что мы пытаемся вместе с гражданами, вместе с общественниками производить. На сегодняшний день мне конкретно указали сегодня места, которые мы оперативно проработаем. Специалисты управления ЖКХ подчеркивают, что общая задача – сделать Анапу не только комфортным и доступным городом, но и безопасным. Это значит, что таких участков, где на коляске можно передвигаться только по проезжей части, быть не должно. Пока обозначены самые проблемные места на улице Ленина. Их около десятка. На очереди остальные, недоступные для инвалидов тротуары и переходы. Алексей Девекин, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.